Ребятушки, в сегодняшнем видео хочу с вами поделиться сумками ПВХ. Поделиться в каком плане, рассказать о них, но и поделиться. Я начну с самого начала. Был весной на рыболовной выставке в Москве и наткнулся случайно на ребят, производящих ПВХ-сумки. Эти сумки я беру под рыбу. На самом деле, их можно использовать под разные задачи. Я себе присмотрел их именно под рыбу. Взял себе две сумки и третью, чуть поменьше, взял на розыгрыш. У нас будет, значит, 8 апреля, 8 апреля будет, нет, вру, 11 апреля. 8 апреля мы приезжаем, а 11 апреля у нас будет проходить на веранде ресторана база Углянская будет проходить дивер-клаб весенний. Встреча подписчиков, встреча друзей. Собираются более 20 человек. И на данном мероприятии я буду разыгрывать, значит, два спиннинга от компании Акума. Буду разыгрывать сумку, значит, ПВХ. Ссылки, кстати, на сумки оставлю под видео. Кому интересно, смотрите, заходите. Размеры все, как бы, постараюсь указать. Вот, там есть разноплановые сумки, разные, ну, разные формы, разных возможностей. И, возможно, может быть, даже что-то можно свое, ребят, заказать. Не знаю, не проверял, не спрашивал, но, возможно, может быть, что-то, может быть, свой проект заказать. Так вот, значит, будет разыгрываться, значит, сумка из ПВХ под рыбу, значит, будет разыгрываться две палки от компании Акума, будут разыгрываться там всякие мелочевки, бейсболки, наклейки и приманки от компании Герман. То есть, реально призов будет очень много. Как это все сделать, я еще подумаю. Мы с ребятами подумаем, покумекаем. Но то, что будет интересно и весело, это факт. Итак, друзья мои, данная сумка сделана из ПВХ. Это одна сумка. В ней лежат еще две сумки. Значит, эта сумка модель Auris. Модель Auris, размер M, M на 65 литров. Сумка из ПВХ. Вот изделие 103F. Молния. Шикардосная молния. Очень, значит, прочная, реально толстая, ну, как бы широкая молния. И она двусторонняя. Очень классно. Сумку можно использовать как еще мешок. То есть, мы застегнули и, да, грубо вот так можем и нести. Есть ручки. Есть ручки. И есть еще. Вот сюда мы можем пристегнуть, значит, ну, чтобы, грубо, нести ее... Допустим, ну, вот такого плана, если мы сделаем, на куртку мы это с трудом наденем. То есть, на плечо. А есть более удлиненный такой ремень, скажем так, ну, как называется, не знаю, как это назвать. Короче, чтобы, грубо, на хребтине ее тащить, если мы что-то тяжелое тащим. Вот. Так. Сумка довольно-таки вместительная. Под мои размеры, под мои задачи. Кто смотрит мои видео постоянно, вы, наверное, в лодке постоянно видите мою красную сумку. Вот ту красную сумку нет у меня. Ни ссылок у меня на ту сумку, ни ничего у меня нету. Вот. Сумки уже, наверное, лет пять или шесть, может быть, больше. Вот. В свое время почему-то ее они никто не спрашивал, хотя она вроде так же светилась. Сейчас постоянно задают вопрос. Илья, где ты такую сумку брал? У кого можно взять? Дай ссылку. Нет, у меня на ту сумку на красную ссылке. Вот. Делал я ее под заказ там в одной из компаний, которые сейчас я не знаю вообще, чем они там занимаются. Так вот. Не было у меня ссылок. И что давать? Всем писал, короче. Ребята, ну обращайтесь. Я сам в свое время искал, сам допетрил своими мозгами. Просто кто-то, ну, каким-то ПВХ занимается, у тех и заказал. Вот. Сумка получилась под заказ довольно-таки недешевая. Так вот. На выставке я нашел производителя. Называется Интерпера. Значит, они делают всякие вот эти вот сумки для путешествий, там, для рыбалки. Вот. Из ПВХ. Довольно-таки очень прочные и продуманные. Как и моя сумка, как и моя сумка, она, лямки, имеет вот эти вот, ну, обтягивающие снизу. То есть, не оторвется с боков. По-любому вы дотащите свой груз, что бы там ни лежало. Замороженная рыба, кстати, как вариант. Чтобы довезти, допустим, вот в самолет сдать, не знаю, там, куда-то. Там, да неважно что. То есть, какие-то вещи, не знаю, дождя, молнии, в принципе, не антидождь. Вот. Но, в принципе, если сюда положить вещи и закрыть ее, там, как-то, то дождь сюда тоже, как бы, особо, ну, вещи не промокнут. Но я беру ее под рыбу. Суть в этом. Под рыбу. Сюда поместится и нормальный сон, и сазан, и судак, и щука, и карасей, и что хотите. Так вот, короче, значит, у меня люди спрашивали, где взять. Вот, друзья мои, Интер-Пера. Сейчас я вам показываю несколько сумок. Есть еще другие у них модификации. А вы уже сами думаете, брать вам это или не брать. Я, опять же, очень счастлив, что я наткнулся на данного производителя, потому что почему-то, по какой-то причине, вот все, кто делают лодки из ПВХ, почему-то никто не делал такие сумки. Я не знаю. У вас ПВХ остается, там, какие-то, наверное, обрезки, там, лишние. Замутите сумки. Если вы делаете под сидушки, вот эти для ПВХ сумки, ну, это, ладно, хорошо. А сделайте универсальную, чтобы она была под сидушку, и чтобы она была какая-то, вот, типа, туристическая, или под рыбу по ту же самую. Почему-то додуматься. Ну, какие-то, вот это, боссовые на мыс сумки делают. Ну, в принципе, их можно под рыбу использовать. Вот эти, да, которые крепятся, там, под вещи, под мыс. Вот. А такие, которые, ну, какие-то, вот, с лямками, с фиганками, с ручками, с молниями, с такими, какими-то удобными. Вот, нигде особо никого нет. Я, может, конечно, ошибаюсь, но я не сталкивался. Столкнулся случайно, прямо уже собирались уходить, и, блин, наткнулись на эти сумки. Вот, так вот, данная сумка немного уже другая. Сейчас ее, мне сейчас трудно это все дело развернуть. Эта сумка уже называется Куб. Тоже на 65 литров, тоже размер М. Здесь, кстати, вот такие боковые, тоже усиленные ручки. Дло полностью, видите, как тоже, опять же, вот за эти ручки, если мы берем, то мы донесем черт с рогами, и сумка не порвется. То есть, очень удобная. Это такой прямоугольник, называется Куб. Вот. По бокам две вот такие ручки. А это мешок такой. То есть, ее можно, повторюсь, вот здесь вот так замкнуть, она будет более компактной, ее можно через шею нести, то есть, ну, как бы сюда повесить. Хотя, эти ручки, вот эти ручки позволяют сделать ту же самую процедуру, по сути. То есть, мы также можем ее сюда на плечо повесить. Но и еще в комплекте идет, куда я его дел, куда я его дел, а здесь он на него лежит. Идет, вот, у меня, кстати, вот такой чехольчик по сумке сделали. Идут вот такие вот дополнительные лямки. Вот, они цепляются. И это, чтобы, допустим, уже можно было через шею сюда перебросить и реально тоже донести. Кстати, тоже все прочно, все мощно. Карабин вроде пластиковый, но мощный. Ремень просто, не знаю, черта выдержит. Можно, наверное, кстати, прорезиненный, на плече не будет скользить. Реально очень удобно. Не будет скользить. Блин, реально он, короче, прорезиненный с этой стороны. Вот, здесь такая прорезинка, и она не будет с ручки скользить. Единственное, что мне сказали, вот здесь она прошита, вся снизу, да? Вот они все прошиты, вот видите, днище. Вот, они прошиты. И, в принципе, из-за того, что это прошито все, то, значит, если мы там воду будем наливать, то вода будет потихоньку вытекать оттуда. Не так быстро, но будет вытекать. Для тех, кому нужно, допустим, там, из лайла донести, там, докуда, короче, чтобы с водой, если, то они делают здесь, это, грубо говоря, заканчивается у них, а тут ничего не прошито. То есть, вроде бы, ну, вроде бы прочность теряется, но, с другой стороны, сумка становится более герметичной. Вот, хотя, я думаю, что и здесь, вот с такими прошивками, вот у меня тоже, она будет подтекать, но, насколько... Это не будет, конечно, аквариум, но вода там какое-то время будет находиться. Ладно, значит, вот под одну сумку и под другую сумку вот такие лямки. Вот. А вот эта сумочка поменьше, друзья мои, в следующем году, если живо будем, и Дивер Клаб будет состоиться, он, кстати, осенью состоится, ну, осенью, я не знаю, подарки там не будут, конечно, я по-любому буду, но не знаю, какого масштаба. Вот. А, значит, вот на следующий весенний Дивер Клаб, может быть, возьмем какую-нибудь другую сумку. А может быть, и осенью тоже, как бы, разыграем побольше сумку от данного производителя. Это сумка... Где она, сумка? Называется... Ну, где вот твое название, когда ты мне так нужна... А я не знаю, как это работал. Так, а эта сумка называется... А эта сумка, друзья мои, называется Каяк. Каяк, ну, размер уже С. И на 35 литров, то есть, эта сумка поменьше. Код изделия 1057. Все, короче, все вот эти вот названия, все ссылки оставлю в под видео в описании. Вот. Сумка вот такого вот размера. Вполне сюда с десяток приемлемых таких хороших судаков войдет. Скажем, полторашки сюда штабелями лягут и будут лежать. Полторашки, двушки вполне сюда отлично войдут. Сюда войдет и больше рыбы, и на трешку войдет. Но она просто займет колечком таким место. Чтобы рыбы, чтобы рыба, ну, по сути, дольше хранилась. Чтобы рыба дольше хранилась. Кстати, на молниях, я сейчас обратил внимание, есть вот такие еще подзамочки. Представляете? То есть, можно на самом деле сюда еще повесить замочек, чтобы, допустим, наверное, когда самолет, самолет будем, например, сдавать, чтобы ее не скрыли. В замочек повесили, и все. Конечно, ее можно порезать, еще что-то. Но когда порезали, то порезали. Это уже нарушение упаковки. Чтобы вот открыть, взять и закрыть обратно, и я там, типа, не присутствовал, я там, короче, ничего не делал, уже не получится. Очень удобно. Вот. Такая петелька под замочек. Вот. О чем я хотел сказать, ты еще забыл. Забыл, что хотел сказать. А, чтобы рыба дольше хранилась, чтобы рыба дольше хранилась, в данные сумки можно класть замороженную бутылку, ну, короче, бутылку со льдом. Морозим полторашку там, бутылку, и туда кидаем. Все. Ну, сумка должна быть постоянно закрыта. И мы даже в жаре, когда жара, рыба, конечно, умирает она, но она, по крайней мере, не сохнет, и чистить ее легко после того, как мы приехали на базу. Я, допустим, ловлю постоянно где-то по 5-6 часов. То есть утром уезжаю, и на 5 часов. Потом, грубо говоря, возвращаюсь где-то в часов, там, пол-двенадцатого, наверное, там, не знаю, там, в одиннадцать. Вот. Кушаю, отдыхаю, и в час опять выезжаю на водоем. Вот. И опять, короче, там, и до вечера. То есть где-то по 10-12 часов я постоянно хожусь на своих рыбалках на водоеме каждый день. Вот. И чтобы за 5 часов рыба сильно не испортилась, в апреле, кстати, чем хорошо, в апреле и осенью рыба живет очень долго в сумке, без всякой воды, без ничего. Ну, как живет. То есть она засыпает, по сути. Вот. Когда мы привозим ее через 5 часов на базу, по стечению 5 часов, она еще даже, ну, по сути, жабрами шевелит, глазами на тебя смотрит. Вот. Поэтому рыба не пропадает. А вот летом, летом и... Ну, летом, в жару, особенно вот июнь, июль, рыба быстро деревенеет, сохнет. Ну, и если, грубо говоря, неправильно все делать, то она даже начнет подтухать. То есть называется тронется. Вот. Чтобы этого ничего не случалось, такие сумки я еще накрываю влажным, то есть мочу и влажным, ну, каким-то там, не знаю, там, чем-то влажной тряпкой, хорошей, там, у меня есть такие плетеные коврики, вот я их мочу и ими накрываю. Он быстро не высыхает и в то же время сохраняет под собой влагу вот эту. И рыба, таким образом, даже без бутылки с... Ну, безо льда, в принципе, нормально доживает в течение пяти часов рыбалки. Ну что, друзья мои, вот такие сумки замечательные из ПВХ. Я вам показал. Вот. Рассказал вам, как использую их, для чего я их использую. Надеюсь, опять же, видео было полезное и интересное. Вот. Если интересно, ставьте лайк. Ждем подписок от новых, значит, зрителей. Подписывайтесь на канал, не стесняйтесь. Пишите комментарии, какие-то свои идеи, свои советы. Вот. Ну, и что. Всем, как обычно, желаю рыбацкой жизни и удачи. Ловите больше, отпускайте чаще. Ну, и рыбки тоже привозите домой. Все, друзья мои. Всем пока.